МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В Самаре открылась ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». В ней приняла участие глава города Елена Лапушкина. С декабря в стране вступают в силу новые законы. Они касаются медицинского обслуживания, уплаты налогов, туризма и других сфер. Как изменится жизнь россиян в последний месяц 2022 года? Благоустроили двор и заменили инженерные коммуникации. Самарзе передает позитивный опыт управления многоквартирными домами. Когда сердца наполняются любовью, дом невероятной праздничной атмосферой и даже взрослые начинают верить в волшебство. До Нового года осталось 30 дней. В первый день зимы в Самаре традиционно открылась новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». В этом году подарки от Деда Мороза вручат не только детям-сиротам, инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей. Желание исполнится и у ребят, проживающих в пунктах временного размещения граждан, прибывших с Донбасса. Какие пожелания детей уже исполнила глава города Елена Лапушкина и где можно снять открытку с «Елки желаний», расскажет Ольга Павлова. «Ну и Дедушка Мороз, что за щеки, что за нос, борода-то-борода, а на сапке-то звезда». «Дед Мороз, а есть ли он? Может, это почтальон, нам подарок принесет и тихонечко уйдет». Поверить в чудеса, даже если в жизни их бывает немного. Для Ангелины Лебедевой, Михаила Тишина, воспитанников детского дома номер один, 2023 год начнется с сюрпризов. Ангелина давно мечтала о наборе для творчества, а Михаилу нравится собирать и строить. Поэтому у Деда Мороза он попросил конструктор. Исполнить детские мечты несложно. Достаточно снять с «Елки желаний» открытку, приобрести подарок и вручить его ребенку. Как правило, ребята просят игрушки, настольные и развивающие игры, наборы для творчества, гаджеты и инвентарь для занятий спортом. «Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые из года в год принимают участие в нашей акции «Елка желаний». И хочу пригласить всех самартов тоже поучаствовать. Когда мы с вами дарим подарки, исполняем желания детей, мы сами, наверное, становимся чуть-чуть добрее, чуть-чуть светлее и даже сильнее». Сделать мир чуть светлее для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и исполнить заветные желания решила глава города Елена Лапушкина. В акции «Елка желаний» она принимает участие ежегодно. Ведь когда-то она тоже была ребенком, верила в волшебство и писала письма Деду Морозу, в надежде на то, что ее мечты обязательно осуществятся. «Мне подарили замечательную куклу, которая со мной была очень долго. Я уже студенткой была, но тем не менее, вот эта красивая кукла была со мной, начиная с 7 лет. В тот момент мое желание исполнено. Я до сих пор вспоминаю эту сказку, и мне принес эту куклу Дед Мороз, к которой я очень верила и очень благодарила». Об исполнении своей детской мечты в новогоднюю ночь вспоминает и полковник полиции Дмитрий Урюпин. Правда, уточняет, в советское время желанным подарком была даже плитка шоколада. Впрочем, это не помешало маленькому Диме однажды попросить у Деда Мороза самую настоящую собаку. «Просил собачку, а мама сказала, давай лучше велосипед. Поэтому не оказалась другая, не оказалась собачка. Наверное, это самая даже смешная история». Сегодня Дмитрий Урюпин, как и многие другие, решил принять участие в акции «Елка желаний». Стоит отметить, что в этом году подарки получат не только дети-сироты, инвалиды и те, кто остался без попечения родителей, но и ребята, которые прибыли с Донбасса. Сейчас они проживают в пунктах временного размещения. Свои пожелания написали уже около тысячи юных жителей города. Все желания обязательно сбудутся. Организаторы акции надеются, что она обязательно найдет отклик в сердцах самарцев. Снять открытку с «Елки желаний» можно будет в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки, в районных подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения и в Городской думе. Подарить детям внимание, тепло и долгожданные подарки можно до 30 декабря. Все из них надеются на чудо, ведь Новый год – это сказка, в которую даже взрослые продолжают верить. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Подвели итоги за пять лет и наметили планы на будущее. В Самаре прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры региона. За последнее время в Самарской области отремонтировано 38 учреждений культуры, открыто 26 модельных библиотек, создано 10 виртуальных концертных залов, модернизировано 6 детских школ искусств. Расширяются возможности пушкинской карты. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Преобразовать не только внешне, но и изнутри. В Самарской области завозят новые музыкальные инструменты в школы искусств. Открывают модельные библиотеки. Теперь их 26. Создано 10 виртуальных концертных залов. Отремонтировано 38 учреждений культуры. И все это за пять лет. На расширенном заседании коллегии Министерства культуры подвели предварительные итоги реализации национального проекта культуры на территории региона. Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия уделяет губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению культуры Дмитрий Азаров. Но главное, по мнению участников заседания, не ремонт, а содержательная деятельность учреждений культуры. Они должны чувствовать потребности населения, общаться с ним на одном языке, выслушивать предложения, особенно со стороны молодежи, использовать современные информационные технологии. Чтобы наполнить новым содержанием, мы, конечно, должны подготовить наши новые кадры. И здесь тоже есть удача от нашего национального проекта. Более двух тысяч наших сотрудников муниципальных и государственных учреждений повысили квалификацию бесплатно на базе федеральных вузов в рамках национального проекта. И это направление также будет продолжено. Сейчас перед Министерством культуры Самарской области стоит задача организовывать специальные стажировки для учащихся вузов и СУЗов, а также сформировать специальные целевые наборы в институты, чтобы студенты, получившие дипломы, могли сразу трудоустроиться. В Самаре запланированной реконструкции кинотеатра «Россия» и в Новокубишевске «ДК Русь» – это планы на следующий год. Будет технически оснащены театр оперы балета, колесо, театр драмы, камерная сцена. В следующем году государственные муниципальные музеи получат средства на приобретение специального оборудования для экспозиции и фондовых хранилищ. Продолжится ремонт сельских учреждений культуры. У нас действительно очень много профессионалов в сфере культуры и профессионалов, которые работают не только в Самаре, но и в районах губернии. И благодаря им у нас появились новые творческие коллективы. Если раньше все равно не было такой возможности, все стремились поехать в Самару, сейчас не нужно этого делать. Можно это сделать в родном селе, в родном городе, потому что есть прекрасные дома культуры и прекрасные специалисты, которые все сделают для того, чтобы ты смог достичь каких-то результатов творчества. Развиваются возможности Пушкинской карты. Если раньше с ее помощью можно было приобрести билет в театр, то сейчас на фильмы отечественного производства, а также в музее. Очень много различных идей появилось в учреждениях культуры, много интересных мероприятий. В районы стали чаще приезжать у нас наши партнеры. Это и самарские театры, и самодеятельные коллективы. Поэтому Пушкинская карта позволила нам намного разнообразить спектр услуг, которые на сегодняшний момент представляют учреждения культуры нашего района. На год только в Сергиевском районе Самарской области запланировано 140 мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, на которых можно побывать благодаря Пушкинской карте. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. В Самаре работы по строительству метрополитена производятся с небольшим опережением. Так, на стройплощадке по улице Галактионовской скоро закончится вынос инженерных коммуникаций. Причем работы организованы не только в границах данной площадки, но и вокруг, потому что сети переустраиваются на расстоянии квартала в каждую сторону от стартового котлована. Его разработка и монтаж расстрельной системы дополнительного крепления ограждающих конструкций также близятся к завершению, чтобы затем передать котлован под монтаж тоннели проходческого механизированного комплекса. В дальнейшем щит начнет проходку к станции Алабинская. На этой неделе в своем телеграм-канале министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что получено положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации на основной этап работ, который включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения. Сейчас на стройке трудится около 150 человек. Когда начнутся основные работы, количество строителей планируется увеличить втрое. Все процессы, связанные с возведением станции театральной, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Самарского сердца хватит на всех. Неравнодушные жители совместно с Народным фронтом продолжают оказывать всевозможную помощь жителям Донбасса и российским военнослужащим. Наша съемочная группа встретилась с жителями одного из домов, которые сегодня передали представителям Народного фронта около 30 коробок с гуманитарной помощью. Подробности расскажет Александр Гусева. Эти коробки и мешки доверху наполнены теплыми вещами. Именно так теперь выглядит одна из квартир в доме 3А по улице Арцебушевской. Татьяна Мушкарова, председатель ТСЖ, рассказывает, увидела ролик, где самарцы в рамках проекта «Все для победы» передают гуманитарную помощь жителям Донбасса и российским военным. После этого Татьяна Георгиевна предложила жителям своего дома тоже поучаствовать в сборе помощи. Все дружно откликнулись. Я не ходила по квартирам, я не собирала. Просто жители приходили и приносили сами вот это. Все сами. С таким удовольствием. Я столько наслушалась. Вы знаете, вот они даже со слезами на глазах, что вот передавали, чтобы все это шло им в дар, чтобы они были здоровы и чтобы берегли себя. Чистая русская душа. Это чисто русская душа, да, да. Такие вот у нас жители. Татьяна Георгиевна отмечает, что многие жители передавали средства на гуманитарную помощь действительно от всей души. Кто-то пожертвовал деньги, отложенные на новогодние праздники. Кто-то специально откладывал некоторую сумму с зарплаты. Был случай, когда работники местного магазина, заметив сбор гуманитарной помощи, собрали и принесли от своего коллектива целую коробку продуктов. За месяц удалось собрать около 30 коробок со всем необходимым и более 80 тысяч рублей. После того, как ценный груз был собран, жители связались с представителями Народного фронта. Сегодня состоялась передача гуманитарной помощи от жильцов дома по улице Арцебушевская, 3А. Это пример настоящей гражданской инициативы. Я хочу поблагодарить всех жителей этого дома. Я хочу поблагодарить всех самарцев, которые принимают участие в этом проекте «Все для победы». Мы на самом деле собрали несколько сот тонн, наверное, уже гуманитарной помощи. Хочу напомнить, что за полгода проекта по всей Российской Федерации было собрано более трех миллиардов денег, которые пошли на закупку различных технических средств. Доставлять гуманитарную помощь, переданную неравнодушными жителями, будет волонтер-доброволец Татьяна Плотникова. Женщина с самого начала специальной военной операции организовывала сбор гуманитарной помощи и самостоятельно, садясь за руль грузовой машины, отвозила ценный груз к границе. Все, кто помогают, я думаю, они делают это от чистого сердца. И людям действительно там нужна поддержка, как и нашим солдатам, чисто моральная поддержка им нужна. Даже, может быть, не столько материально, сколько в моральном плане. И также жителям Донбасса им наша поддержка очень необходима. Они сейчас в таком тяжелом положении находятся. Количество рейсов транспорта, доставляющего груз к границе, в последние месяцы заметно выросло. Помочь жителям Донбасса и нашим солдатам может каждый желающий. Подробную информацию о местах сбора гуманитарной помощи, перечне необходимых вещей и продуктов можно узнать на сайте Народного фронта. В разделе проекта «Все для победы». Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Всего за несколько лет двор по улице Мяги преобразился до неузнаваемости. Появилась новая детская площадка. Освещение, изменения заметны и в домах. Все это благодаря активным жителям микрорайона и новому председателю товарищества собственников жилья. О том, как облагородили двор дома номер 24 и как жители Самары могут инициировать изменения на своих придомовых территориях благодаря современным интернет-платформам, расскажет Михаил Ермоленко. Еще пару лет назад этот двор больше походил на заросший полисадник, вспоминает Мария Савина, председатель ТСЖ дома 24 по улице Мяги. Здесь девушка живет с 2008 года. За 14 лет благодаря Марии и активу жителей удалось добиться многого. Одно из главных изменений – детская и спортивная площадки. Их возвели благодаря программе формирования комфортной городской среды. Помимо этого, во дворе установили освещение и ограждение, уложили новый асфальт на проездах, обустроили парковку, которую так ждали жители. Пару лет назад в домах обновили инженерные коммуникации, а чуть позже отремонтировали кровлю. Преображение двора проходило при содействии администрации города. Теперь, говорит Мария Савина, в напоминании о том, как выглядел двор раньше, осталось только скульптуры медведя, которые тоже нашли место на площадке. Двор стал вообще притяжением большого количества детей. Это прекрасно, потому что дети у нас цветы жизни. И, конечно, когда мы смотрим, как приходят мамы с детьми, когда они играют, когда они друг с другом дружат, они сидят, как современные молодежь в компьютере, конечно, безусловно, это очень радует. Двор по улице Мяге преобразился благодаря жителям близлежащих домов, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый житель города может повлиять на облик родного двора или дома и получить ответы на интересующие вопросы благодаря современной интернет-платформе ГИС ЖКХ. Каждый житель, если зайдет в систему ГИС ЖКХ, может, задав адрес своей квартиры или своего дома, получить полную информацию о том, начиная от того, в каком году построен дом, какая управляющая организация его содержит, какие виды ремонта проводились, ну и иная справочная информация. В будущем у жителей микрорайона еще много планов по преображению двора. Однако, как пояснила председатель ТСЖ Мария Савина, законодательство в этой области стремительно меняется, поэтому перед началом каких-либо работ по благоустройству необходимо понимать все нюансы новых законов. Для этого девушка и остальные председатели ТСЖ домов по улице Мяге посещают специальные семинары «Мой дом». Когда управленцы будут во всеоружии и с пониманием нюансов законодательства, тогда и продолжится дальнейшая работа по благоустройству двора. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. С декабря в стране вступают в силу новые законы. Они касаются медицинского обслуживания, уплаты налогов, туризма и других сфер. Как изменится жизнь россиян в последний месяц 2022 года, расскажет Светлана Кудрявцева. С 1 декабря ужесточаются требования к ипотеке. Банк России вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. С этого месяца брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг из недружественных стран, если в результате сделки их доли в портфеле инвестора превысит 5%. Заработал закон об иностранных агентах. Им запрещается осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков. С 1 декабря россияне могут получить цифровой полис обязательного медицинского страхования в виде штрих-кода вместо бумажных или пластиковых документов. Это нововведение уже не раз откладывалось. Последняя дата должна была быть 1 июля 2022 года, однако программное обеспечение не позволило ввести тогда. Что предполагается? Что по сути гражданам более не нужно будет использовать бумажный полис. Что теперь полис будет выдаваться в виде штрих-кода на госуслугах и по сути граждане могут вообще его с собой не брать. Приходить в больницу без полиса и на основании одного только паспорта получать все необходимые медицинские услуги. Кстати, я напоминаю, что для экстренной медицинской помощи полис никогда не был нужен и эти изменения его не коснутся. С декабря вступают в силу сразу несколько норм, расширяющих взаимодействие граждан и государства онлайн. Расширяется перечень возможностей на портале госуслуг. Там теперь можно записаться на сдачу экзаменов, на право управления автомобилем и другими видами самоходной техники. Подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Через госуслуги можно встать на учет в налоговом органе, физическому лицу и так далее. Повышается открытость государственных и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений, школ, больниц и прочих. Все они должны создавать официальные страницы в российских социальных сетях в Одноклассниках и ВКонтакте. Но я могу сказать сразу, что, например, в школы уже спустили подобное руководство и от школ требуют вести и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Там они должны размещать актуальную информацию о своей деятельности, о происходящих у них событиях и так далее. Лично для меня это скорее представляет собой дополнительную нагрузку на сотрудников этих учреждений. Ну, например, вряд ли кто-то в школе выделит отдельную должность специалиста по соцсетям. А у них и так довольно много групп, которые они должны вести. До конца этого месяца турфирмы должны вернуть туристам средства за поездки, которые были оплачены до 31 марта 2020 года, но так и не состоялись. 31 декабря заканчивается срок для выплаты компенсации тем туристам, которые еще в допандемийные времена оформили ту путевку. Помните, были такие случаи, когда отменяли все туры. И вот для тех туристов, которые купили тур в страны, ограничившие въезд туристов, или которые не принимали самолеты, для них вот 31 декабря 2022 года будет последняя дата, когда туркомпании обязаны выплатить. Напомню, что остальным туристам, которым отменяли по иным причинам, им должны были выплатить уже до 31 декабря еще 2021 года. Если обанкротилась компания, существует у нас специальный, скажем так, страховой фонд для туристической компании, которые должны были страховаться в этом фонде. Однако там тоже не со всеми туристами все просто. Существуют ситуации, когда имелись мошеннические мероприятия, вносили в фонд гораздо меньше, чем продали путевок. То есть здесь, конечно, не все просто для туристов. С 26 декабря расширяется перечень сведений Реестра малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки. Если нарушения таких организаций при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. В России повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Предельный уровень по стране не превысит 9%. Индексация коснется оплаты за газ, электричество, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. По данным Минэкономразвития, после повышения ежемесячный платеж для семьи из трех человек вырастет примерно на 324 рубля. Очередное повышение тарифов должно было состояться лишь в июле следующего года. Однако министерство приняло решение о переносе сроков индексации для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ по всей стране и развития инфраструктуры, а также сохранении качества услуг для населения. Следующее повышение тарифов должно произойти в июле 2024 года. Уровень безработицы в России в октябре составил 3,9%. Такой же показатель был зафиксирован в сентябре, а в августе он достиг исторического минимума – 3,8% за период наблюдений с 1991 года. При этом общая численность безработных в России в октябре текущего года составила 2,897,000 человек, что на 10,000 выше показателя с сентября 2022 года. Ранее президент поручил Кабмину проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Он призвал добиваться реального роста доходов россиян. Со 2 декабря на приемных детей распространят преимущество на зачисление в детсад или школу, где учатся их братья и сестры. Ранее такое право было только у кровных братьев и сестер. Теперь администрация образовательного учреждения не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи. Соответствующие изменения внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании. Автоваз прогнозирует российский авторынок в 2023 году на уровне 800 тысяч автомобилей. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. При этом он уточнил, что это прогноз Автоваза, а ряд экспертов придерживаются более пессимистичных оценок. Соколов также рассказал, что экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии с минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану, 20 тысяч штук. Возможность экспорта автомобилей Lada Автоваз рассматривает и в страны Африки. Инвестиционная программа Автоваза на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 миллиардов рублей. Объем инвестпрограммы на следующий год в два раза превышает объем, заложенный на текущий. Ранее Автоваз заявил о планах возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей Vesta, Largus, Granta и Niva. В предстоящий Новый год на площади Куйбышева не будет праздничного концерта. Там создадут условия только для прогулок и семейного отдыха. Территорию украсят, установят елочные комплексы, световые комплексы, будут работать два катка. Ожидается, что в новогоднюю ночь точками притяжения для граждан станут парки, площади и другие общественные места. Для обеспечения безопасности граждан задействуют правоохранителей, сотрудников ЧОП и добровольных народных дружинников. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Органы опеки имеют право проверить здоровье ребенка, например, дефицит веса, травмы или признаки насилия. Внешний вид, одежду, обувь, основной уход, отношения в семье, бытовые условия, место для сна, игры, учебы, наличие еды, доходы членов семьи. Главная задача органов опеки и попечительства – защищать интересы детей и взрослых. Ведомство может помочь оказать консультации юристов или психологов, предоставить продукты, одежду, игрушки, предоставить путевки в детский лагерь, а также помощи в заключении соцконтракта и многое другое. Ребята из детского сада номер 50 освоили игру «Жульбак», пишет телеграм-канал администрации Самарского района. Эта настольная игра становится все более популярной. Она простая, но в то же время требует от игроков максимальной собранности, меткости и внимательности. Ребята очень быстро освоили правила и с большим удовольствием попробовали свои силы в предложенных состязаниях. Жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчеты платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Возможность станет доступна тем гражданам, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку. Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Чтобы получить перерасчет, необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие туристической путевки или авиабилеты. Услуга будет предоставляться жильцам, которые отсутствовали более пяти календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, сообщает телеграм-канал администрации Советского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до встречи!